Представляю вам соперников и первым бойцам в синем углу! Ему 33 года, рост 177 сантиметров, вес 80 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 14 боев, 9 побед, 5 поражений. Его стиль вольный! Дамы и господа, из Владикавказа, Республика Северная Осетия, Алания, Россия и Проклим Типилов! А вот и его соперник в красном углу, Fighting Out of the Red Corner! Бойцу 29 лет, рост 180 сантиметров, вес 80,3 килограмма. 29 лет, он стоит 180 сантиметров, официальный вес 80,3 килограмма. Его профессиональный рекорд 11 боев, 10 побед и только одно поражение, его стиль вольный. Его профессиональный рекорд 11 боев, 10 побед и только одно поражение. Его стиль вольный стиль, дамы и дамы, представляющие Морокко и Чемпании! Пожалуйста, позвольте, Абу Гладиатор! Асай Тар! Рефери боя Александр Сидори. Александр Сидори, рефери в клетке. И, дорогие друзья, основная карта ACB 27 Душамбе. 11 пара, Ибрагим Тибилов, россиянин из Республики Северная Осетия, Аллане против Абу Гладиатора Азайтара, марокканского спортсмена. И сразу же они представляют весовой дивизион, 77 килограмм. Оба перевесили чуть-чуть 100 граммов, им дозволено это было сделать. И Ибрагим Тибилов. Конечно же, этот бой анонсировался организаторами. Так по-особенному, яростным событиям должен стать. И Азайтар отличается как раз с агрессивной манерой. Только два боя его дошли до решения судей. За всю свою карьеру немец имеет всего лишь одно поражение. Он явно нацелен на то, чтобы добавить в свою коллекцию скальп очередной жертвы. А вот Тибилов, в свою очередь, в последнее время чередует победы с поражениями. Поэтому для него выигрыш в этом поединке крайне важен. В первую очередь, в психологическом плане он абсолютно точно приложит все усилия для того, чтобы по окончанию схватки рефери подняли все-таки ему руку. Вот такое вот противостояние. Ибрагим Тибилов хочет сказать, что этот боец клуба «Пересвет». Рекорд его ставит из двух нокаутов. Вот в графе победы. Пять с обмишинами он одержал победы. И два поединка решения. Списк поражений состоит из трех как раз сабмишинов и двух решений. Двадцатого как раз сегодня, сегодня, 20 декабря, на турнире ACB 27 гран-при в Таджикистане. Мы и видим его активные и точные действия и попадания, и стойки. Встретил, держит, держит. Держит на контроле. Оба напряжены. Кстати, Тибилов уже выступал в турнирах Лиги ACB. И крайний бой его в Лиге Абсолют Чемпионщик Беркут был на турнире ACB 16 гран-при Беркут 2015 стейдж 3. Он назывался этот турнир. И тогда он вышел против Мусли. Попадание уже со стороны. Смотрите, пропускает! Тяжелейшие удары пропускает Тибилов. И об углу гладиатора Зайтар реваншировал. Страшно для нашего российского спортсмена Ибрагима Тибилова. Пропустил тяжеленные он удары. Уже находясь у клетки. И сейчас почему-то Ибрагим Тибилов оспаривает остановку поединка. Хотя его, конечно, пропущенные удары были просто сокрушительные для Тибилова. И Абдул Азиз, извиняюсь, дорогие друзья, естественно, Абу гладиатора Зайтар. Марокканский спортсмен, у которого 10 побед, одно поражение. Конечно, закончил этот бой для Тибилова очень неудачно, как минимум. А для себя, естественно, победоносно. И вот это было ключевое. Это удар справа. Удар справа, точно подбородок с разрывом дистанции. И резко пошел на высокой скорости вперед как раз Абу. И там же и пошли добивания. И огромное количество ударов справа. Тяжелейшее добивание было. Я думаю, что справедливо остановлен бой. Сохранено здоровье, как мне кажется, Тибилову. И я думаю, что как бы сейчас наш российский спортсмен не негодовал на сей счет, я думаю, что в потенциале потом он поблагодарит рефери о том, что все-таки он правильно снял поединок и даст ему возможность быстро восстановиться. И вернуться в карьеру свою. И будем надеяться победить.